Всем привет! В этом видео я расскажу о центре уведомлений в операционной системе Windows, как его настроить, как использовать и как отключить уведомления. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Центр уведомлений оповещает пользователя о различных событиях работы конкретной программы или самой системы. К примеру, это может быть сообщение антивируса, уведомление системы о заполнении жесткого диска или же о работе какой-то конкретной программы. Центр уведомлений Windows довольно прост в использовании, и он также довольно легко настраивается под любые пожелания пользователя. Такие всплывающие уведомления появляются в нижнем правом углу вашего рабочего стола, когда приложению необходимо что-либо сообщить вам о любом действии или состоянии операционной системы. Если вы не закроете уведомление самостоятельно, то оно автоматически исчезнет спустя 6 секунд, а всякий раз, когда у вас будут появляться новые уведомления, значок центра уведомлений Windows на панели задач становится белым и отображает количество новых уведомлений. Если новых уведомлений нет, то этот значок выглядит пустым, без числового обозначения. Чтобы открыть центр уведомлений Windows кликните по этому значку, и справа откроется всплывающая панель, на которой будут показаны все ваши последние уведомления, если их будет несколько, они будут сгруппированы по отдельным приложениям. Нажав на любое из уведомлений, откроется окно программы, которая отправила это уведомление или определенные настройки системы, в зависимости от самого уведомления. В этом окне будут возможные способы решения или просто информация о состоянии. Иногда результат действий при нажатии на конкретное уведомление объясняется непосредственно в самом уведомлении, например, при наличии доступных обновлений операционной системы или отдельных приложений и программ. Об этом прямо будет сказано в уведомлении, при нажатии на которые произойдет запуск и установка соответствующих обновлений. Очистить такие уведомления достаточно просто. Нужно лишь навести указатель мыши на какое-либо конкретное уведомление на этой панели, и вы увидите кнопку «Отчистить». И для того, чтобы удалить это уведомление, просто нажмите на эту кнопку. После удаления выбранного уведомления восстановить его будет невозможно. Также, можно удалить и весь блок уведомлений для выбранного приложения, наведя указатель мыши на имя приложения и нажав кнопку «Отчистить», которая там появляется. А если вам нужно очистить их все, просто нажмите на «Отчистить все уведомления» в правом нижнем углу. Чтобы настроить такие уведомления, откройте «Параметры», нажав меню «Пуск», затем «Система», «Уведомления» и «Действия». В разделе «Уведомления» вы увидите список настроек «Параметры уведомлений». Отображать уведомления на экране блокировки. Если вы хотите предотвратить появление каких-либо уведомлений, при использовании режима блокировки экрана компьютера, отключите его. Переместив бегунок в положение «Отключено», показывать напоминания и входящие в его IP вызовы на экране блокировки. После отключения уведомлений на экране блокировки все еще будут отображаться напоминания и входящие вызовы. Переведя бегунок в положение «Отключено», вывод таких напоминаний будет недоступен. Следующие два параметра показывать экран приветствия Windows после обновлений и иногда при входе, чтобы сообщить о новых функциях и приложениях. И получать советы, подсказки и рекомендации при использовании Windows. Если вас не интересуют подобные советы, предложения, новые функции или обновления, тоже можете отключить. Параметр «Получать уведомления от приложений других пользователей» позволяет полностью отключить все уведомления. Для этого установите значение переключателя в положение «Отключено», после чего внесенные изменения будут моментально применены к настройкам уведомлений. Ниже вы увидите следующий раздел «Получать уведомления от этих приложений». В этом разделе вы можете отключить уведомления для конкретно из представленных программ. Если вам надоели уведомления одной из них, просто переведите бегунок напротив этой программы. Положение «Отключено». Чтобы посмотреть дополнительные параметры, кликните левой кнопкой мыши по нужной программе, после чего откроется другая страница. На этой странице вы можете отключить уведомления для приложения, выбрать показывать баннеры уведомлений или нет, сохранять приватность уведомлений, отображать уведомления в центре уведомлений, воспроизводить ли звуковой сигнал при получении уведомлений, а еще контролировать число видимых уведомлений и задавать приоритет таким уведомлениям. В этом списке могут отображаться не все программы, и у некоторых из них могут быть собственные параметры уведомлений. Для их изменения нужно зайти в настройки самой программы. Помимо отключения уведомлений в настройках, еще есть возможность отключить их с помощью реестра. Для этого откройте окно «Выполнить» сочетанием клавиш Windows Plus R и введите RecEdit. Затем перейдите по пути HK, Current User, Software, Microsoft, Windows, Current Version, Push Notifications. Кликните правой кнопкой мыши в правой части редактора и выберите «Создать параметр DWORD 32 бита». Задайте ему имя «Toast Enabled», а в качестве значения оставьте 0. Далее нужно будет перезагрузить компьютер. После этого уведомления больше не должны вас беспокоить. А для того, чтобы убрать центр уведомлений из панели задач, есть два способа. Также через реестр и с помощью редактора локальной групповой политики. В редакторе реестра переходим по пути HK, Current User, Software, Policies, Microsoft, Windows, Explorer. Если здесь нет раздела Explorer, его нужно будет создать. А затем в этом разделе создать параметр DWORD 32 с именем Disabled Notification Center и значением 1. Чтобы снова его включить после такого отключения, достаточно будет просто удалить данный параметр или установить ему значение 0. Для отключения центра уведомлений через редактор локальной групповой политики, откройте окно «Выполнить», введите GPID.msc, перейдите в раздел «Конфигурация пользователя», «Административные шаблоны», «Меню пуск» и «Панель задач». Здесь найдите параметр «Удалить уведомление» и значок центра уведомлений. Откройте его и установите для этого параметра значение «Включено». Далее нужно будет перезагрузить компьютер или перезапустить проводник. Для того, чтобы перезапустить проводник, нужно открыть диспетчер задач. Как запустить диспетчер задач и о его функциях смотрите в одном из наших видео. Ссылка будет в описании. Здесь ищем проводник и перезапускаем его. После чего значок центра уведомлений исчезнет из панели задач. Включить его вы сможете, вернув этому параметру, начальное значение. Еще убрать значок центра уведомлений из панели задач, можно перейдя в параметры, персонализация, панель задач, включение и выключение системных значков. И здесь просто его отключить. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.